Раньше будущее было только продолжением настоящего, а все перемены маячили где-то там, за горизонтами. А теперь будущее слилось с настоящим. Разве они готовы к этому? Они ничего не желают знать, они только жрут. Общество потребления как продукт западной культуры совершенно логично в свете колониальной истории и развития капитализма Запада. Жить за счет других, то есть строить свое счастье на чужом горе, фундаментальная основа мировых дегемонов на протяжении веков. Она сформировала устойчивый стереотип разделения западного общества на успешных и неудачников, который выражается в постулате закона джунглей «Выживает сильнейший». Данная система ценностей была абсолютно чужда русским людям, для которых фактором выживания была консолидация, а не разделение. Иначе невозможно было пережить лютые русские зимы, низкую урожайность и бесконечные захватничества и набеги соседей. Русский мир всегда был самодостаточен, так как не имел таких колониальных ресурсов, как Запад. И чтобы конкурировать на мировой политической арене, России приходилось создавать свои блага, опираясь только на свои силы. В этом и заключается бесконечная конфронтация двухполярных принципов существования западного и восточного потребителя и производителя. С переустройством русского мира в конце 20 века общество потребления постепенно вытеснило концепцию народа-труженика из сознания советских людей. Как следствие, мы получили развал СССР, установление олигархии и развязывание многочисленных войн, в частности на Донбассе, сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok